Я реально готовилась, я пыталась прочитать новости какие-то про экологию, но новости про экологию в основном либо просто хорошие, либо очень грустные. Я нашла парочку прям крутых новостей, что в Риме из-за загрязнения рек появились самые мутанты. Из-за того, что самые мутанты там, они уже поели всю рыбу, которая осталась в реке, и они начали нападать на голубей и людей. И я подумала, вот до чего мы довели природу, что у нас появились самые мутанты, и получается их могут победить только черепашки-ниндзя, и это будет классная заруба. А еще это такая крутая новость, что я попросила своего молодого человека записать джингл для нее. Я не знаю, она... Ну, потому что это новость, самые мутанты нападают на жителей Рима, она, по-моему, заслуживает джингла. Самые мутанты напали на Рим, самые мутанты захватят весь мир, их тренирует, не закарайся, самые мутанты из дома вылазь и беги воевать против самов-мутантов. Мне очень нравится. Там есть фотки, там есть фотка, как гигантский сом жрет голубя. Это жесткий этап написано, что зафиксированы случаи нападения на людей. Я представляю, в каком шоке был первый чувак, на которого напал самый первый сом-мутант. Что он такой, вау, надо приостанавливаться в своих экспериментах с микродозингом. Все, достаточно им. А вторая классная новость, это, может быть, вы, наверное, все ее читали, она совсем недавно была, что на Корсике реке решили присудить статус юридического лица. То есть от имени реки можно будет подавать иски на заводы, которые пытаются сбрасывать химикаты в реку. Офигенная новость, но все же, когда это услышали, все такие, вау, я писал в юридическое лицо. Так. А еще... Я просто смеюсь, да, вы же не останавливаются. У меня тут в студии все операторы смеются тоже в покатуху. Извини, Вера, что я тебя перебиваю. Давай, продолжай, пожалуйста. Никогда не перебиваю. Нет, мне все нравится. Нет, мне все нравится. Я еще, короче, недавно ездила на дачу к подружкам. И когда я ехала из Масальска в Москву, я, короче, увидела, что есть музей мусора. Прикиньте, есть музей мусора. Я просто раньше думала, что музей мусора – это любой краеведческий музей. А вообще мировой музей мусора – это Алиэкспресс. Я еще думаю, что... Ну, это реально же классная идея, что можно сделать с мусором. Мне кажется, в целом недоволен только Тимур Кизяков, которые видят мусор и такой... В смысле, какой это мусор? Это вон сандалии стоят. Это я вообще бы съел. Еще я вам расскажу сейчас историю, которую я не планировала рассказывать, но она меня саму так сильно веселит, что я всем рассказываю последние пять дней. Я ездила на дачу к подружкам, и мы пошли гулять в поле. Они взяли своих собак, они приехали на дачу, пошли гулять в поле, смотрели закат, все было очень красиво. Мы вернулись домой, и подруга нашла на собаке клеща. Мы сняли с него клеща, все нормально. Потом она вернулась в Москву, и вечером, поздно ночью, нашла на собаке еще одного клеща, попыталась его снять. У нее не получилось, она запаниковала, она поехала в ветеринарную клинику, и в ветеринарной клинике ей сказали, что это не клещ, а сосок. Так, все, я возвращаюсь к экологии. Я еще, кстати говоря, думаю, что возможно в России не так все хорошо с переработкой мусора, потому что завод по переработке мусора это завод, с которого очень трудно что-то украсть. Это прям нужно быть человеком с фантазией, чтобы оттуда что-то украсть. Ну, конечно, там был один случай воровства, там люди украли, разложили это дом, и такие, ну все, музей открываем, музей. Краеведческий. Ну, вы реально были, там чучело и уголь, вот все, что есть в Краеведческий. Ладно, может быть, я только в Кемерово была в музее, в родном городе. Кстати, в Кемерово, на самом деле, очень все круто, что там тоже часто люди собирают мусор, собирают макулатуру, и вообще много классных эко-инициатив есть. Именно просто от жителей. Субтитры создавал DimaTorzok